Саляму алейкум, уважаемые подписчики! Сегодняшний день я решил делать записи подкаста в видеоформате, потому что визуально легче воспринимать, удобнее. То есть здесь аудиоформат подкрепляется визуальным форматом, поэтому восприятие будет намного более удобным, и я его буду размещать на YouTube, на своем канале на YouTube. Поэтому будьте активными, и в комментариях можете оставлять свои комментарии, свои мысли, вопросы, обязательно постарайтесь на них отвечать. Так вот, как я и говорил, один из моих близких людей задал мне вопрос, значит, россиянин, отправил мне вопрос по WhatsApp, он предприниматель, и ему нужны были деньги, скажем так, 100 тысяч долларов для развития своего бизнеса, он нашел инвестора, нашел инвестора, инвестор готов вложить, значит, в его бизнес 100 тысяч долларов. И он говорит, что вот инвестор задал ему три вопроса. Вот, как мы будем делить прибыль, как мы будем делить убытки, и можешь ли ты мне платить, скажем, ежемесячно? Ежемесячно, значит, сегодня постараемся дать ответы на эти три вопроса, и более того, на самом деле, вопрос намного более шире, и есть минимальный набор вопросов, которые, значит, предприниматели, инвесторы, должны между собой решить, прежде чем вообще в принципе закреплять свои договоренности, там, передачи денег и так далее. Опять-таки вопросов, на самом деле, очень много, очень много существенных вопросов, но в рамках сегодняшнего, там, подкаста эти все вопросы не решить. Поэтому у нас есть с вами две стороны. Есть предприниматель, вот, есть предприниматель, мы так напишем, да, есть инвестор. Вот, у нас есть инвестор, предприниматель, он дает ему 100 тысяч долларов. Здесь, значит, целый ряд вопросов, которые, значит, возникают у нас, да, но, и давайте начнем по порядку, соответственно, да, то есть первым вопросом, который предприниматель должен для себя решить, не только предприниматель, но и инвестор, да, это, значит, вопрос срочности инвестиций, то есть должно быть, а, срочные инвестиции, или, б, это должно быть бессрочные инвестиции, то есть срочно означает, там, на один, на два, на три года, например, да, вот, бессрочно означает, обычно это означает, что он входит в, значит, устав компании, да, и, соответственно, становится, совладельцем становится. Естественно, мы знаем, что, значит, как в первом варианте, так как у второго варианта есть и плюсы и минусы свои, да, то есть, если это бессрочно, то фактически получается, ты делишься своим контролем, то есть, скажем, если он входит 20% в бизнес, то фактически надо понимать, что если раньше бизнес был полностью твоим, то теперь тебе приходится 20% от этого бизнеса отдать, значит, инвестору, да, соответственно, то есть, и он, значит, остается полностью частью этой компании, становится, значит, совладельцем части этой компании, соответственно, да, то есть, мы должны это понимать, с этим сопряжены определенные риски, а кроме этого, значит, если этот совладелец, он абсолютно пассивный, да, и он не приносит никакой пользы, кроме тех денег, скажем, в течение, там, одного-двух-трех лет, например, вы можете вытащить эти деньги, и вам, может быть, уже не нужен будет этот инвестор, да, он будет только в нагрузку, потому что он будет только у вас, что? Ваши дивиденды будут уходить в его пользу, и он никакую пользу для вас не будет нести, поэтому, если вам нужно точно, ясно решить, вы хотите его взять в качестве именно совладельца бизнеса, соучастника бизнеса, или вы берете его, скажем, на определенный срок, то есть, на 1, 2, 3 года, да, вот. Если вы берете его на какой-то срок, здесь очень важно понимать, например, да, и вот там вот, я общаюсь с предпринимателями, очень многих возникают ошибки, да, то есть, они не могут точно определить, на какой срок они, значит, берут этот инвестор, например, да, если это год, то мы должны четко, ясно понимать, да, если это один год, например, да, что у бизнеса будут свободный денежный поток, который сможет, значит, в рамках вот данной инвестиции, сможет вернуть всю инвестицию обратно через год, например, да, то есть, что вы для этого должны сделать? Предприниматель должен сделать, что все его плюсы, да, то есть его плюсы, все его минусы, например, да, то есть это у вас здесь будет вся эта выручка, например, да, которую он генерирует в течение там первого, второго, третьего, скажем, и так далее до 12 месяца, например, да. То есть он подсчитывает, например, делает план выручки, например, да, сколько у меня реально будет, значит, я буду продавать за этот период. И считает дальше расходы. Все свои расходы то же самое. Остается дельта, например, да, то есть вот эта чистая прибыль, чистая прибыль, которая у него остается за этот год, например, да. То есть, например, если у него осталось в этом году чистой прибыли 50 тысяч, например, да, предположим, что вся прибыль, она как бы закешена, то есть она в виде денег у нас получается, да, скажем, и, скажем, у инвестора, скажем, 20 процентов в этом бизнесе, например, да, то есть он получает, скажем, я не знаю, там 10 тысяч, ну, скажем, 20 процентов, но в прибыли он участвует, скажем, в виде 10 процентов, например, да. он получает 10 тысяч, да, и значит, предприниматель сам для поддержания штанов, так скажем, также берет, скажем, 1020 в год, значит, остается что? 50 минус 10, то есть 50 была чистая прибыль, вот у нас она чистая прибыль 50 тысяч, 50 тысяч была чистая прибыль, дальше он забирает 10, и кто? Сам это забирает инвестор, забирает предприниматель, и остается что? У него остается 20 тысяч только чистыми, 20 тысяч за один год свободных денег, например, да, которые он, скажем, может не вкладывать в бизнес, например, да, то есть мы говорим, что в среднем, чтобы нам вытащить 100 тысяч для этого бизнеса, нам нужно что? Нам нужно 5 лет, то есть фактически это говорит о том, что вы сможете вытащить эти деньги только через 5 лет, поэтому говорить, скажем, что вы берете инвестор на год или на два, это абсолютно неразумно, например, да, если у него у этого бизнеса, например, остается 80 тысяч, например, да, предположим, то здесь инвестор, скажем, берет из них 10%, это что получается у нас? А, я здесь даже больше того взял 10 тысяч, скажем, ну 20 процентов, например, да? Он берет отсюда, скажем, минус 16 тысяч, и тот же самый, скажем, предприниматель берет, здесь инвестор, предприниматель берет 20 тысяч, те же самые 20 тысяч он берет, и получается 36 тысяч, 44 тысячи, фактически, это означает, что чтобы вернуть 100 тысяч, да, то примерно здесь нужно 2,5 года, то есть ты можешь взять этого инвестора, скажем, на 2,5 года, к чему я это все говорю? К тому, что очень важно, очень важно не просто называть какие-то там цифры, да, то есть, скажем, я беру тебя на год, например, да, или на 2 года, например, на 3 года, например, да, очень важно точно определить, на какой период тебе эти нужны деньги, даже если ты сможешь за эти 2,5 года, например, да, вот год, второй и половина, например, да, вытащить эти деньги, вот эти 100 тысяч вытащить, то предприниматель должен ясно и четко понимать, например, реально ему будут нужны эти деньги в обороте дальше или нет, или он будет обходиться как бы своими собственными ресурсами, что также означает, что бизнес расти будет, естественно, намного медленнее, потому что, представьте, вытащить из бизнеса стольник, да, бизнес, который стоит сам 500 тысяч, например, да, это очень серьезная сумма, то есть, это означает, что, скажем, если, когда он вложил деньги, у него бизнес вот так рос, то теперь у него может быть, да, плата, да, например, то есть, стагнация, или даже, может быть, он пойдет вниз, потому что у него этот бизнес дальше, значит, работают конкуренты и так далее, поэтому здесь очень ясно и четко нужно понимать, на какой срок ты берешь, чтобы понять, на какой срок ты берешь, ты должен сделать, еще раз я говорю, там, посчитать свои прибыли и убытки, да, и за какой период ты можешь, значит, эту сумму реально вернуть, да, то есть, второй это был на что? Точно расчет суммы, вот, то есть, первый это у нас был с вами срок, второй это точно, первый это был срок, второй это точно расчет суммы у нас был, третье, третье, мы должны с вами рассчитать, да, валюту, Валюту, значит, инвестиций. Валюта инвестиций, да. Если у нас бизнес сам, он строится на российских рублях, например, или там узбекские суммы, или казахские тенге, там так далее, не имеет значения, да. Если сам бизнес, то есть валюта бизнеса, то, что называется функциональная валюта, или валюта ведения бизнеса, российские рубли, будет очень опрометчиво брать инвестиции в долларах. Почему? Потому что мы видим с вами, да, недавно там рубль был 70 рублей, доллар был, да, сейчас он уже 80 рублей, да, то есть мы видим, как на глазах там есть ситуация там на Украине, ну и так далее, там санкции потенциальных, что происходит с рублем, да. Поэтому сейчас инвестировать, скажем, если инвестор инвестирует там, скажем, в долларах, да, там 100 тысяч или 200 тысяч, да, он должен понимать, что эти 100 тысяч, 200 тысяч в случае девальвации рубля, да, например, сегодня, скажем, это, скажем, 100 тысяч, это скажем, не знаю, 8 миллионов рублей, например, да, 8 миллионов рублей, вот, то завтра это может быть фактически, да, эти 8 миллионов рублей, они уже будут не 100 тысяч, да, они уже будут завтра 80 тысяч долларов, То есть в рублях вы будете делать прибыль, но в долларах у вас будет убыток, реально будет убыток, почему? Потому что в рублях, если вы фактически ведете бизнес и рубль обесценился по отношению к доллару, то ваш капитал, который вы внесли уже не 100 тысяч долларов, а он уже 80 тысяч, поэтому вся эта прибыль, она идет что? На пополнение этого капитала. То есть вроде вы в рублях имеете прибыль, вы над водой, что называется underwater или buff water, то есть у вас прибыль здесь, но в долларах у вас реально убыток, поэтому это риск инвестора, и об этом нужно обязательно подумать. То есть лучше всего, чтобы предприниматель и инвестор договорились о том, что инвестиции будут считаться, даже если они вложены в долларах, они будут динаминированы в рублях, то есть они будут переведены в рубли, этот знак доллара, они будут переведены в рубли на дату, что внесение вклада. И соответственно эта сумма фиксируется, как скажем 8 миллионов рублей, например, она фиксируется, и соответственно при возврате также делается оценка бизнеса в соответствии с рублевым эквивалентом. Если же у вас экспортный бизнес, например, и он в доллар, скажем там, то вы можете естественно оценивать вклад в долларах, поэтому это очень важно, это очень важно. Следующий момент, следующий момент, четвертый момент, это вам нужно точно оценить сумму, необходимую сумму, необходимую. Почему это важно, да? Вот вы сказали сегодня, да, что мне нужно 100 тысяч, например, да? На самом деле, а может быть вам нужно на самом деле там 70 тысяч, вот реально, может быть вам нужно 70 тысяч, вот если вы, значит, как вы это посчитаете, да? Вот вы берете просто список, делаете того, что вам нужно купить на эти 70 тысяч, например, да? Вот, скажем, оборудование, например, да? Сырье и материалы, например, да? Заплатить заработную плату, например, и на оборотные средства, например, да? Здесь 20, здесь, здесь, скажем, здесь 15, например, да? Вот, что там получается? Здесь, скажем, там, не знаю, там 15 получается, да, например, то есть получается 30, 40, 60, ну или, скажем, здесь будет тоже 20, например, да? И получается 70 тысяч, а вы просили, скажем, 100 тысяч, например, да? Ну, просто вот как бы на вскидку просили 100 тысяч, но на самом деле вам нужно 70. И это очень важно, потому что здесь каждый доллар, мы должны понимать, да, или каждый рубль, например, да, означает, что вы должны отдать что? Во-первых, долю инвестору, долю в отношении неработающих денег. И третье, вы должны будете давать им дивиденды. Дивиденды будете давать и долю давать, да. То есть из них, получается, у вас 30 тысяч реально не работает. То есть они не будут эффективно вложены. И поэтому вы будете отдавать свои деньги, свои деньги и свою долю, да. Поэтому это первый вариант, да. Второй вариант это то, что, может быть, вам, может быть, на самом деле вы посчитали, вам нужно 100 тысяч, но они вам нужны, например, может быть, в три этапа, например, да. Первый это сейчас, сейчас. Второй, например, это там сейчас, через месяц. И третий, скажем, через три месяца, например, да. То есть зачем вам сейчас брать весь стольник, когда вы, или там, да, скажем, если вам нужно вот так, 30-30-40, например, да. Если это будет сегодня временной период 0, завтра 1, завтра 3, разделить это все на 3 периода. Возьмите 30, потом через месяц 30, через 3 месяца возьмите 40. Это чисто уже бизнес-решение, о котором вам нужно задуматься. Потому что вот мы говорим, нам нужно 100 тысяч, например. Естественно, мы сразу их все использовать в бизнесе не можем обычно. Обычно это все в течение определенного времени происходит. Поэтому это очень важно, потому что помните, что это, во-первых, риск ваших дивидендов. Второе – это риск передачи доли. Третье – в случае, если у вас будут убытки, то у вас будут очень серьезные проблемы с инвестором. Это был четвертый момент. Пятый момент. Обязательно вам все-таки нужно честно поговорить с ним о бизнес-рисках, о бизнес-рисках, вообще о продукте. Мы говорим о продукте, о рынках, конкуренции, о масштабировании, например. Но они знают, например, о финансах, о бухучете, например. Почему это важно? Потому что, например, инвестор должен четко и ясно понимать, в какой продукт, во что он вкладывает свои деньги. То есть, насколько этот продукт, например, удовлетворяет потребности покупателей, насколько он хорошо продается. Вы можете показать ему предыдущие, скажем, 2-3 года, насколько он себя зарекомендовал на рынке, насколько продукт пользуется спросом. Это очень легко проверить, на самом деле. Насколько рынки, например, готовы... Потому что рынки могут быть разные, они могут быть консолидированы, где большинство игроков, например, взять, скажем, российский ритейл-рынок, нужно понять, например, если он, скажем, на процентов 70 уже, скажем, организованный рынок, и представлять собой крупные ритейловые компании, например, то заходить, скажем, в какой-то маленький магазинчик, там, где у тебя рядом с тобой есть два больших, скажем, ритейлера, например, пятерочка или магнит, например, рядом со всем стоят, это очень рискованно, например. Но если у вас бизнес, который консолидирован буквально на процентов 5-10, например, и все остальные игроки, например, это очень мелкие игроки, здесь, на самом деле, очень легко входить и очень можно, как бы, дальше масштабировать этот бизнес, да, развиваться, расширяться, например, да, поэтому также можно понять, насколько тяжело открыть схожий бизнес, насколько там тяжело войти в этот рынок, ну и так далее, например, да, то есть нужно проанализировать там продукт, рынок, да, сам, значит, возможности масштабирования, то есть сегодня ваш бизнес вот такой, но завтра у вас есть возможность стать вот такими, например, да, насколько вы реально можете масштабироваться, то есть насколько есть потенциал у этого бизнеса, например, да, Какая конкуренция, например, на этом рынке, например, какая репутация у вас, ну и так далее. То есть вот эти вещи нужно обязательно проговорить, потому что инвестор должен четко, ясно понимать, во что он вкладывает свои деньги. Теперь, почему очень важно финансовый бухучет, например, да? Потому что если вы не умеете вести нормальный бухучет, если вы не знаете, что такое доходы, что такое расходы, что такое чистая прибыль, а многие предприниматели этого не знают, они не знают, что такое доход на самом деле, они знают, как учитывать расходы и что такое реально чистая прибыль. У меня огромное количество примеров, когда люди абсолютно не умеют считать чистую прибыль, да? Более того, ввиду отсутствия нормального учета смешиваются личные деньги, бизнес-карман, личный карман смешивается, поступление денег, скажем, если вы работаете по предоплате, включается в прибыль, наоборот, оплата, значит, выплата, предоплата и так далее. То есть, покупка оборудования также считается расходом, например, да, что является очень большой, скажем, ошибкой, например, ну и так далее. Есть огромное количество ошибок, которые делают предприниматели из-за своей финансовой безграмотности, вот. И поэтому две вещи нужны убедиться инвестору. Первое – это то, что предприниматель умеет считать прибыли и убытки, прибыли и убытки. И второе – то, что предприниматель, у него есть нормальная система учета. То есть, я не говорю про, там, навороченную систему учета, я говорю про нормальную систему учета. Если этого нету, то ни в какой бизнес, насколько бы он хороший был бы, вкладывать нельзя. Потому что если предприниматель, обычно предприниматели, которые не работают до этого или не работали с инвесторами, для них, на самом деле, для большинства, вот это я уже говорю из своего опыта, для большинства из них они вообще нормальный учет не ведут. Они понятия не имеют, сколько у них прибыли и сколько у них убытков, потому что они являются владельцами этого бизнеса, все, что к ним приходит, приходит в их карман, все, что уходит, это уходит из их кармана, поэтому они, в принципе, не парятся. Они, в принципе, поэтому нет понятия того, что есть подотчетность, подотчетность, понимаете? Этого нету, нет понятия того, что есть прозрачность в бизнесе, прозрачность. Нет понятия амена или честности. Оно такое очень расплывчатое И особенно проблема С вопросом подотчетности Подотчетность, потому что Ну просто не сформировалось Вот этого понимания подотчетности То есть теперь не ты один А теперь вас двое И второй, он полностью надеется на тебя Поэтому ты должен ему правильно Отчитываться по тому, какие у тебя Каждый месяц прибыли или убытки И для этого у тебя должна быть система Как двух учетов, так и финансов Если у тебя нету хотя бы элементарной системы Богоучета и финансов, то я ни в коем случае Не рекомендую инвесторам входить Потому что я видел огромное количество Очень много Споров, тяж, скажем так Проблем между инвестором И предпринимателем, потому что Предприниматель просто не знает Откуда у него берется прибыль Как считать прибыль, инвестор начинает Соответственно Ставить это все под сомнение Ну и так далее, поэтому это очень-очень важно Вот это у нас был такой пункт У нас был пункт пятый Пункт пятый Вот Теперь Пункт шестой На самом деле, как делить прибыль? Как Делить Прибыль Ну мы обычно говорим Окей, вот он стольник Значит Дал нам То есть мы будем Скажем Делить ее следующим образом Например 20% ему 80% мне Например 30% на 70% 50% на 50% Но это все слова из воздуха Абсолютно не имеющие никакого смысла Потому что Как делить прибыль Зависит от того А какая у него доля в бизнесе Первый вопрос Какая Доля В бизнесе Потому что Если мы знаем долю в бизнесе Мы знаем Окей Сколько по идее он должен получать Доля Прибыли И теперь мы должны Задать два вопроса Он активный Или он Пассивный Имеется ввиду инвестор То есть Он активный Он принимает участие В управлении И здесь он Он лежит на диване Просто Ничего не делает На диване Вот Если он активный То есть Он выполняет какую-то роль В этом бизнесе Кроме того Что он вложил деньги У него есть какая-то роль Роль То есть Он отвечает за сейлс Например Да За маркетинг Там и так далее За саплай За закупки Например Ну и так далее За финансы Например Да Вот То есть У него какая-то роль есть Вот И соответственно Он имеет право Получать Скажем Если у него Скажем 20% В бизнесе Он может сказать Окей Я буду получать Те же свои же 20% Потому что Как и ты Я так же Вношу свой вклад В развитие бизнеса Но если он пассивный То есть Он ничего не делает Тогда вы можете сказать Окей У тебя 20% в бизнесе Да Но я тебе дам 10% в доле Я об этом тоже поговорю Мы скажем Я тебе даю 10% в доле Почему? Потому что Ты ничего не делаешь Ты просто получаешь дивиденды Сиди Получаешь дивиденды Я работаю Я работаю Соответственно Твои 10% Они будут ходить мне За то, что я что делаю За то, что я управляю бизнесом Да То есть Именно поэтому Нам нужно Что сделать? Нам нужно Первое Первое А Нам нужно Оценить бизнес Б Нам нужно Посчитать Долю Инвестора В бизнесе Цель В этом Скажем Посчитать Долю В прибыли Вот Которая может быть равна Или неравна И здесь Исландский фиг Исландское право Нам дает Полную свободу действий Да То есть Вы можете сказать Что тебе будет 20% Например 10% 5% Я расскажу об этом Да То есть Здесь Какую долю в прибыли давать Зависит от договоренности Между сторонами И довольства Обоими сторонами Значит Своими долями Да Есть одно исключение Одно исключение Только для Кого? Для Пассивного инвестора Для пассивного инвестора Его доли В прибыли Не может быть больше Чем его доли в бизнесе То есть Если у него доли в бизнесе 20% Он не может требовать 25 30 Ну или Любой процент Который больше Чем Его доли в бизнесе То есть Максимум Что он может требовать Это макс До 20% Почему? Потому что он пассивный И поэтому он не имеет права Это было бы Несправедливо Если бы он требовал Больше чем Тот кто Как и вложил в бизнес Свои деньги Да Так и Управляет бизнесом Во всем остальном Стороны могут договариваться Значит Как они посчитают Нужным Следующее Когда мы говорим с вами Что нужно оценить бизнес А как его оценивать? Как его оценивать? Оценка И здесь на самом деле Есть целый ряд методов Да Различных методов То есть Можно взять Скажем Оценить по рынку Например Активы Минус Обязательство Равняется капитал По рынку Рынок Взять Это наша сумма И получится Дельта Это наш капитал То есть Что это означает Например Вот у вас есть активы Например Определенные У вас есть Обязательства У вас есть капитал Это активы Это обязательства Это капитал То есть Что входит в активы Например Основные средства Например Какие-то там Здания Сооружения Оборудование Какие-то там Машины Установки И прочее Значит Основные средства Вы можете оценить Насколько они функциональны Насколько они технологичны И так далее И какую-то сумму Вывести здесь То есть Скажем определенную сумму, например. У вас есть деньги, на счету это все очень легко, на дату оценки вы берете, сколько у вас денег есть, да, есть у вас дебеторская задолженность. То есть, это что? Это долги ваших клиентов вам. Долги ваших клиентов вам, да, сколько они вам должны фактически. Вот. И здесь вы оцениваете, вы говорите, скажем, они мне должны, скажем, там, 30 тысяч, но реально 25 заплатят, 5 я не уверен. То есть, вы оцениваете по 25, например, У вас есть ТМЗ, например, да, то есть ТМЗ могут быть у вас как готовая продукция, как и незавершенка, так и сырье и материалы, например, да, что вы здесь делаете, вы берете здесь, оцениваете их по, не по покупной цене, а по продажной цене, sales price, оцениваете по продажной цене, да, у вас могут быть предоплаты, да, у вас могут быть, скажем, оборудование, скажем, купленное в лизинг, ну и так далее, вот это будет все вместе и прочее. И вот сумма всего этого будет у вас определенная сумма. Обязательства, это же так у вас обязательства, например, да, у вас могут быть там к оплате поставщикам, прочие долги, прочие долги, например, да, кому зарплата, налоги, прочие, значит, прочие стороны, например, да, какие-то, например, да, могут быть у вас какие-то, значит, либо кредиты, либо лизинг, либо мурабаха, например, ну и так далее. То есть, вот эти все долги вы прибавляете, получаете некую сумму. И вот разница между вот этим и этим, разница, это есть ваше богатство, это есть ваш капитал, оцененный по рынку, да. Теперь вы, естественно, можете применить какой-то коэффициент, вы можете его, скажем, у вас получился капитал, я не знаю, там, 350 тысяч, вы говорите, окей, у меня есть еще Goodwill, мы продукцию хорошо знают на рынке, например, да, мы очень хорошо работаем, у нас потенциал роста большой, я добавляю там сюда коэффициент, например, там плюс 20% еще, например, да, вот. Соответственно, у вас там цена становится, я не знаю, там, 420 тысяч, например, да, вот. Но это просто один из способов, это отдельная, абсолютно отдельная тема, как оценивать, например, да, вы можете также оценивать по, там, выручке, например, да, там, две выручки, можете сказать, например, две выручки например да вот от чистой прибыли вы можете оценивать чистая прибыль вот валовая прибыль пример валовая прибыль вот либо же например можете взять там и беда то что называется да вот ну и так далее то есть есть целый ряд способов в зависимости от отрасли от бизнеса от того насколько где на кой там на ком цикле например находится бизнес вы здесь находите здесь находите здесь и вы здесь находится например да есть огромное количество других факторов которые влияют на бизнес например да это органы и скажем это может маржинальность бизнес например на маржинальность бизнеса оборачиваемость оборачиваемость это естественно роя то есть сколько инвестор вот я вложил скажем 100 рублей каждый год сколько получается получая скажем 30 40 рублей то мой бизнес очень хорошо работает например, да, если я получаю здесь 10 рублей, то оценка этого бизнеса также будет очень низкой, на самом деле, да, то есть оценка будет достаточно низкой, вот, соответственно, оценка у вас будет достаточно низкой, то есть, если бизнес, он у нас неприбыльный или он несет очень низкую прибыль, то, естественно, для инвесторов он не так интересен и его стоимость будет очень низкой, например, да, поэтому мы должны смотреть, ну, многие факторы мы смотрим, конкурентные риски, например, да, масштабируемость бизнеса, бизнес-риски, например, там, вот, потенциал роста, но все это вместе смотрится и, соответственно, вот оценка это нечто, что получается в результате вот этих всех ингредиентов, да, то есть здесь это отдельно абсолютно тема, поэтому на все эти факторы, то есть, скажем, оценили вы бизнес сегодня в, скажем, 400 тысяч, например, да, человек вносит еще 100 тысяч, мы говорим, да, например, вот, соответственно, весь бизнес, да, он у нас будет, как и в стартапах есть, да, там, pre-money, post-money, да, то есть сегодня у нас после того, как, значит, этот инвестор вносит 500 тысяч, 100 тысяч, у нас стоимость бизнеса становится вот 500 тысяч, соответственно, если мы оценили свой бизнес, до этого было 400 тысяч, плюс 100 тысяч, он становится 500 тысяч, то доля этого инвестора будет всего лишь 20 процентов, соответственно, 80 процентов будет у меня, понятно, да, многие, кстати, делают ошибку, очень странную ошибку, то есть они говорят, окей, у меня бизнес стоит 400 тысяч, ты вкладываешь 100 тысяч, соответственно, твоя доля получается 100 на 400, получается 25 процентов, то есть из-за абсолютно там банальной ошибки, да, вы теряете целых 5 процентов здесь, да, то есть нужно понимать, что на самом деле здесь не 400 и 100, а 500 и 100, да, поэтому эти вещи нужно просто понять, вот, и сейчас, значит, увеличу немножко, вот, теперь, когда мы знаем, что бизнес стоит 400 тысяч, его доля 100 тысяч, мы получаем, что его, значит, не 25 процентов, а он владеет 20 процентами в этом бизнесе, мы теперь поняли, да, что его доля в бизнесе это 20 процентов, например, да, теперь мы говорим, окей, твоя доля в бизнесе 20 процентов, но ты у нас пассивный инвестор, пассивный, да, какую же долю в прибыли тебе дать, например, да, стандартная ситуация 50 на 50, то есть что это означает, что ты в бизнесе владеешь там 20 процентами, но в прибыли ты получаешь 10 процентов, прибыли получаешь 10 процентов, потому что ты пассивный, да, фактически, да, и остальные там эту сумму получаю я, например, да, то есть, скажем, 100 тысяч у нас сегодня, да, чистая прибыль, профит, чистая прибыль 100 тысяч, например, да, вот, из них, скажем, получается, По идее, ты должен был получить 20 тысяч, но из-за того, что ты пассивный инвестор, ты получаешь 10 тысяч, а основной инвестор получает 90 тысяч. Поэтому это стандартная ситуация. Но еще раз я говорю, что все на самом деле зависит от того, насколько сложный бизнес. Сколько сложный бизнес. Опять-таки, я выражаю свое собственное мнение здесь. Насколько бизнес сложный. Потому что если бизнес, на самом деле, очень сложный, насколько предприниматель, он профессионал своего дела. Насколько успех зависит от именно предпринимателя. Насколько масштабируемый бизнес. Насколько есть большой потенциал роста бизнеса. Так вот, если вот эти все ингредиенты, например, и бизнес-риски. Бизнес-риски, например, они, умеренные бизнес-риски. Вот если все эти факторы, они играют в вашу пользу. То есть, бизнес действительно сложный, например. Вы профессиональный управленец. Успех существенно зависит от вас, например. От того, сколько вы можете серьезную команду подобрать, например, профессионалов и так далее. Бизнес, да, масштабируемый, например. У него есть потенциал роста, например. Умеренные бизнес-риски. Тогда вы можете сказать, слушай, ты сегодня своими 100 тысячами, например. Сегодня ты получаешь, скажем, у нас сегодня прибыль 100 тысяч, например. Завтра она уже будет 150. Потом она будет уже 200, например, реально. Поэтому здесь я тебе буду платить не 10%, например. А плачу, например, может быть, первый год 10%, потом 7%, потом 5%. Или вообще в принципе буду платить 5%, то есть ты владеешь 20%, но в прибыли будешь получать 5%. Почему? Потому что ты видишь, что бизнес реально может там экспоненциально расти, например. Вот. Бизнес потенциально очень сильный. У нас очень хорошее имя. Поэтому даже эти 5% тебе дадут нормальную доходность, которую ты ожидал. То есть твой ROI, Return on Equity, да, или ROI, да, Return on Investment, например, да. Твоя доходность инвестиций будет достаточной, да, скажем, в российских реалиях, например, чтобы ты даже с 5% типа ты не там хватайся за цифры, например, да. Не держись там за эти, почему не 10, почему не 15, почему не все 20, например, да. А ты понимаешь, что даже эти 5 реально тебе могут принести доходность, которая больше, чем дает тебе рынок, например, да. Но если бизнес, например, да, сам по себе, он простой, да, например, там, не знаю, что там, там, купил из Китая, поставил на оценку, продал, продал, то есть купи-продай, значит, да, либо очень простое там производство, например, да, какие-то услуги, например, да, то есть бизнес-процессы все очень простые, никаких там сложных вещей нет, сложных процессов нет. То есть здесь, конечно же, здесь, конечно же, например, здесь можно получить, ты владеешь 20%, ты можешь получить 10%, даже можешь 15% получить, может быть, 13, договоритесь, да, здесь, поэтому здесь все зависит. У нас здесь стандарты, например, да, 50 на 50, например, да, то есть ты вложил 20%, от прибыли получаешь 10, да. Но мы не должны быть, то есть, у нас здесь должно быть какое-то понимание того, ну, соответственно, насколько бизнес, да, насколько у нас есть аргументы для того, чтобы, например, там, увеличивать долю инвестора или же уменьшать долю инвестора, да. Вот, это будет, это следующий вопрос был, вот, ну, уже дальше, значит, следующий вопрос, девятый, это доля в убытках. Доля в убытках. Вот, и здесь что важно? И здесь, если с учетом доли прибыли, доля в прибыли, фиг, я на самом деле немного устал, поэтому у меня язык заплетается немножко, вот, но смотрите, значит, если у нас доля в прибыли, она у нас, мы вольны определять, значит, между предпринимателями долю в прибыли, да, с одним лишь исключением, да, что, соответственно, доля пассивного инвестора не может превышать его долю в бизнесе, то доля в убытках всегда, с точки зрения исламского фигха, всегда должна быть равна доле чему? Доля в бизнесе. Доля в бизнесе. И вот очень большая ошибка, когда у нас предприниматели, инвесторы разговаривают между собой, они договорятся только, во-первых, только о прибыли, да, и они забывают, что могут быть, завтра могут возникнуть убытки. И абсолютно нету никакого разговора о том, что нужно сделать оценку бизнеса, понять, чему равен бизнес, и вообще, в принципе, да, какая у меня будет доля в прибыли и доля в убытках. Так вот, чтобы понять, какая у тебя доля в убытках, обязательно нужно, что сделать? Нужно сделать оценку бизнеса. Я говорил здесь вот об этом, я говорил, что вот оценка бизнеса, то есть без этого никуда. Да, если вы не знаете, как делать, значит, оценку бизнеса, вот что я делаю, когда там помогаю предпринимателям, например, да, мы сразу закладываем в договор, 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 формулу, как мы будем считать, чему равна цена бизнеса. Это закладывается сразу в договор. Это важно по двум простым причинам, потому что это важно не только потому, что вам нужно, смотрите, первое, чтобы могли вы определять долю в прибыли. Для этого нужен бизнес, долю в убытках. И следующая важнейшая вещь, это выход. Когда вы будете выходить, вы не будете выходиться и говорить предпринимателю, верни мой стольник, верни мой стольник, который вложил там три года тому назад. Нет, так делать нельзя, потому что тогда это превращается в кредит. Вы должны будете оценить бизнес на дату выхода и, соответственно, что сделать. И, соответственно, взять ту сумму, вашу долю в цене бизнеса, который будет оценен на дату выхода. Поэтому сегодня, точнее, для пункта девятого, доля в убытках всегда должна быть равна доле в бизнесе. То есть, скажем, если завтра будут убытки, скажем, в 10 тысяч, то в прибыли вы могли получить здесь, скажем, всего 10%. То есть, вы могли получить тысячу долларов. Это прибыль. Но в убытках вы всегда получите 20%. Это минус 2000. Убытки. Почему? Потому что в убытках вы делите в соответствии с тем, кто сколько вложил в этот бизнес. Это понятно, да? И последний, скажем, 10 пункт. Сейчас мы пройдемся. Это конкретно, это выход из бизнеса. Выход из бизнеса. Вот. Здесь есть пара вопросов, на которые вам нужно, значит, обратить обязательно внимание. И это следующий, например, да? Когда вы выходите из бизнеса, сейчас, вы понимаете, да, что человек вложил 100 тысяч долларов, например, да, скажем, на 3 года, например, да? Вот через 3 года вы говорите, окей, мы с тобой договорились, что ты вложил 100 тысяч на 3 года, и через 3 года ты выходишь. Надо понимать, что когда у тебя бизнес, весь бизнес в 500 тысяч долларов, да, 500 тысяч, отдать вот так просто стольник, вот сразу, скажем, предположим, сегодня, я не знаю, там, 31 января 2022 года, то же самое, мы говорим, ты выходишь 31 января 2025 года, да? То есть вот на эту дату отдать стольник практически нереально для любого бизнеса, потому что в бизнесе всегда не хватает денег, для бизнеса всегда не хватает денег. Они у тебя обычно заморожены там в оборотном капитале, в дебиторке там сидят часть, в запасах, например, ты должен сторонним там кредиторам, например, ну и так далее, например, да, по Мурабахе, по Иджаре, например, ну и так далее, да. То есть, соответственно, взять вот так, вытащить стольник абсолютно нереально, поэтому что я советую всегда? Я советую, окей, посмотрите, ребята, реально вы когда, сколько вам нужно будет времени, чтобы вытащить эти деньги? Вы можете что-то говорить, что можете сделать график, можете сделать график, где вы скажете, окей, первый платеж там 31,01,25, я тебе отдаю, скажем, вот по 20, если мы исходим с того, что у нас 20%, то 4%, 4%, 4%, 4% и 4%, да, то есть, и, соответственно, здесь, чтобы 20% вы отдали, получается, да, то есть здесь вы отдаете 4%, да, и для того, чтобы отдать 31 марта 2025 года, вы должны посчитать, мне реально вот эти 4%, чтобы отдать, сколько времени нужно будет собирать денег, то есть вы скажете, окей, эти 3%, 4% могу отдать, скажем, за 2 месяца, да, то есть 2 месяца вы будете эти деньги накапливать, вот, соответственно, опять здесь, то есть вы делаете как минимум, скажем, 31,04, например, 31,07 и так далее, да, то есть вы отдаете, значит, здесь уже 3 месяца будет, 3 месяца и так далее, да, то есть вы делаете график, потому что абсолютно нереально, что вы можете отдать стольник сразу, нереально, поэтому я всегда советую и помогаю людям, значит, включать вот в аппендикс, скажем, да, график, в котором они будут реально показывать, когда, значит, и сколько они могут вернуть. Теперь, я говорил уже, что при оценке бизнеса, при выходе из бизнеса, вам нужно оценить бизнес, потому что, скажем, скажем, через 3 года, например, этот бизнес, который сегодня вы начинали с 50 тысяч долларов, например, да, он завтра может стоить миллион долларов, то есть он может вырасти в 2 раза, и тогда его 20% на самом деле уже будут не стольник, который он вложил, а это уже будут 200 тысяч, то есть вы ему должны будете отдать 200 тысяч, не 100 тысяч, которые он вложил, а 200 тысяч, если реально цена вашего бизнеса выросла в 2 раза, то вы ему должны будете отдать 200 тысяч долларов. Если же наоборот бизнес, он ушел к 1, например, да, и сегодня он стоит 300 тысяч, то тогда вы ему должны будете отдать сколько? 60 тысяч всего, потому что бизнес, ну, не пошел там и так далее, в общем, разные причины. Поэтому вам нужно здесь на дату выхода, на дату выхода, сделать оценку бизнеса, оценка бизнеса. Обязательно нужно будет сделать оценку бизнеса, соответственно, мы ее делаем на вход, на входе и на выходе обязательно. И опять-таки мы, это не так сложно, потому что вы думаете, ой, нужно будет там позвать оценщиков, заплатитесь деньги, и так далее, это все, весь там тягомотный процесс и так далее. Нет, это можно все закрепить в договоре, посмотреть на суть вашего бизнеса, реально как лучше всего и правильнее всего оценить ваш бизнес при помощи каких-то там формул, да. И когда вам нужно оценить, вы просто идете в договор, в договор, там будет пункт или статья, оценка, там будет формула, вы ее применяете. Кстати, формулу тоже можно менять в зависимости от договоренности сторон, например, да. И, соответственно, вы можете уже легко оценить и понять. И здесь это будет справедливо, это будет объективно, да. То есть вот я рассказал вам об основных вещах, о которых должны как бы договориться обе стороны, конкретно в данном вопросе. То есть, естественно, вещей, о которых нужно договариваться, намного больше, намного больше, вот. Вот, но вот эти вещи, это как минимум то, о чем нужно договориться. Кроме этого, естественно, вам нужно будет договориться о следующем, да. Вот это, значит, условия, да, инвестора, скажем, 11, например, да, условия инвестора. То есть, куда может вкладывать предприниматель и куда не может вкладывать, например, да. То есть, вы ему говорите, окей, только строительный бизнес, только стройка, скажем. Завтра он увидит суперпроект, например, там, в области сельского хозяйства, сельхоз нельзя. В области какого-то там, я не знаю, там, купли-продажи, там, недвижимости нельзя. В области, там, автоаренды или каршеринга нельзя, например, да. То есть, если он завтра вложит эти деньги в один из этих бизнесов, да, или в любой, в другой бизнес, который не был оговорен с инвестором, то он, если он понесет убыток, то он будет 100% отвечать за этот убыток. Кстати, когда я говорил вам об убытках, например, да, вот здесь, доля в убытках, доля в бизнесе, есть одно исключение. Исключение, одно единственное, это когда убытки произошли по вине, вина предпринимателя, по вине предпринимателя. И здесь 100% этих убытков несет на себе кто? Предприниматель. Если, значит, возникли убытки по его вине, по тому, что, значит, он не соблюдал, не соблюдал договоренностей, обманул, смухлевал, махинации, вот, злоупотребление, злоупотребление, например, да, и, соответственно, вот, если была вина доказана, вина предпринимателя, тогда он несет убытки в сети на своих плечах, он несет, поэтому нужно понимать эти вещи, то есть нужно договориться, поэтому инвестор должен говорить, окей, куда ты вкладываешь деньги, да, то есть, скажем, это будет только Россия, например, да, это будет только рубли, например, да, это будет только стройка, например, да, это будут только хорошие клиенты, например, да, и так далее. То есть основные параметры, основные параметры, не все, естественно, но основные параметры, например, там, Продаешь там, кому продаешь в рассрочку, кому занал, например, да, кому по предоплате, например. То есть, вот основные вещи нужно будет обязательно проговорить между инвестором, между, значит, предпринимателем. Это обязательно играет в пользу инвестора. Почему? Потому что если они эти условия обговорили, обговорили означает включили в договор конкретно по пункту, во что вкладывать, да. Если завтра будет доказано, что предприниматель, он, что делал, он нарушил один из этих пунктов, по причине чего возникли убытки, например, да, то он должен нести полную ответственность за эти убытки. И это ему может выставить инвестор, вот, если это будет доказано, естественно. Поэтому это очень тоже важно учитывать. Это, на самом деле, я, как я уже сказал, я очень сильно устал сегодня, вот, плюс я простыл. Но я почему сделал это видео? Потому что, вот, мой близкий человек для меня попросил, я ему обещал, что я сделаю общее видео и, скажем, ему отправлю. Поэтому я это сделал, вот, иначе я бы, значит, выздоровел бы и уже сделал бы это видео. Поэтому, поэтому, значит, вот это далеко не все условия, о которых нужно договариваться. Естественно, эти условия намного больше. Я еще раз говорю, здесь была конкретная, значит, цель данного видео в том, чтобы ответить на вопросы конкретного человека, да, потому что вопрос стоял... А, вот, кстати, последний вопрос. Можно ли распределять прибыли, значит, ежемесячно, да? В принципе, это делать можно, в принципе, это делать можно. Но в конце года, например, да, в конце года, да, 13 распределение ежемесячное можно, но в конце года, в конце года обязательно нужно делать перерасчет, например, да? То есть, у вас, скажем, каждый месяц вы распределяли определенную сумму, а по результатам года у вас прибыль получилась намного меньше, например, да? Ну, или больше, например, или меньше. Соответственно, вы делаете перерасчет, и вы, как бы, либо, если получилось меньше, то вы можете, значит, вычесть эту сумму из будущих прибылей инвестора в будущем, да? Либо он вам будет должен, он будет должен вернуть, или можно будет вычесть из будущих прибылей, например, да? Ну, если, соответственно, при, значит, окончании мударовой, это называется, точнее, это мушарки, при окончании мушарки делается финальный расчет, естественно, да? При окончании мушарки, это в конце мушарки делается окончательный расчет, но здесь вы можете платить ежемесячно, да? Вот, но, как я уже сказал, в конце каждого года нужно делать перерасчет. Вот, вот, эти темы я хотел раскрыть, я уверен, что было полезно, вот, почему, потому что я знаю своего опыта, многие предприниматели эти многие вещи игнорируют, к сожалению, у них, скажем, очень сильно упрощенный подход, поэтому это видео будет на YouTube, если оно вам действительно понравилось, там, не жалейте лайка. Почему? Потому что это помогает этому видео распространяться дальше, да, и пусть, значит, многие предприниматели, если это, значит, по причине этого видео, например, да, начнут как-то что-то улучшать в своем бизнесе, я буду очень рад, на самом деле, да, вот, потому что чем больше улучшений, чем больше честности, справедливости в обществе, тем лучше для всего общества, да? У вас есть, если есть комментарии, пишите в, значит, поле для комментариев, вот, а также можете писать на канал. Всем спасибо и до скорых встреч!